Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войне, нет оккупации, нет агрессии, нет ударом по мирным городам, нет истреблению гражданского населения. Да, разуму, да, как говорится, ядерному взрыву нет, 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 солнечному миру да, да, да. Вот это именно то, что хочется до вас донести. Мне иногда мое вступление ставят в упрек, типа, вот ты заладил, там, типа, ты задолбался миру мир, бла-бла-бла, туда-сюда. В конце, как обычно, какая-то невежливость, и человек просто улетает в бан, поэтому я просто хочу сказать, что те, кто топит за войну и за оккупацию, за какую-то деноцификацию Украины, давно этого термина не было в эфирах, вот, вы просто можете идти нахуй, вот и все. Ну, как бы, никого не заставляю, пистолет не наставляю. Если вы за оккупацию, и вы за, вот, топите, если вы зетник и прочие, и прочие, но вам интересно про ножи, и вы смотрите мой канал, и так далее, и так далее, то ума вам в голову, приятного просмотра, просто не пишите это свое говно. Нет никакого смысла. Все уже давным-давно акценты расставлены. Если вы русский, русскоязычный, поправлюсь, русскоязычный, потому что я сам наполовину русский, наполовину скобарь. Вот, если вы, и те, кто скажет, что скобари это русские, ну, нифига, это особый народ. Если вам так кажется, то езжайте в Псковскую губернию, и вам там где-нибудь именно в глубинке очень быстро нарисуют разницу между русским и скобарем. Фишка в чем? Ух, суровые люди. Фишка в том, что если вы проживаете в России, и у вас, вы действительно против войны, а вас большинство, ребята, я даже по своей статистике вижу, что вас большинство. Просто дубина не в ваших руках, просто оружие пока что не в ваших руках. Терпение вам, как говорится, товарищ верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия встанет ото сна и спрянет или встанет. Все, я все испортил, всю лирику нахуй. Короче, я не буду переснимать. И на обломках путинского самовластия напишут ваши имена. Вы молодцы, держитесь. Да, пока что даже по кухне мне это возможно, потому что уровень репрессий просто зашкаливает. Реально за какие-то элементарные, просто сказанные слова можно получить 6-7 лет реального срока. Вот бы в России так, блин, с реальными бандосами так обращались. Поехали! Окей. Так, первое, что хочу сказать. Важный дисклеймер. Это вот здесь вот у нас углеродка. А когда я делал обзор на вот данного малыша, у этого малыша стоит коррозийно-стойкая сталь. Ну, я там много очень сказал про уголь. И повторю свои мысли. Мысли свои я повторю о том, что, во-первых, если у вас углеродка, и даже если у вас коррозийно-стойкая сталь, не важно, сколько вы, вот при, скажем, ну, упаковывая нож, потратите масло, смазывая клинок. Вообще не важно. Важно обязательно сделать в кожаных ножнах отверстие, можно два, для того, чтобы клинок дышал. Почему? Потому что я сейчас зачитаю очередной, в очередной раз свой вольный перевод с сайта производителя. Это важная информация. Нож необходимо периодически протирать насухо, чтобы не было пятен на клинке. Однако важно отметить, что изменение цвета стали, естественный процесс и не считается дефектом. Совершенно правильно подстелили себе соломки, потому что, чтобы не было так, что за хуйня, у меня типа нож здесь полежал на полке, и он потемнел клинок, бракоделы, давайте верните мне деньги. Нет. Углеродка есть углеродка. Она физически меняет свой цвет, даже иногда лежа на полке, если у вас высокая влажность. Поэтому отверстие в ножнах необходимо. Так, что у нас здесь? У нас здесь BS3 BPS Knife, дизайн BPS, Бодаренко, Павло и Сергей, длина 217 мм, длина клинка 105 мм, ширина клинка 19 мм, толщина клинка 2,9 мм, финиш клинка сатин, полировка. Ну какой здесь сатин? Ну окей, хорошо, пусть будет. Как говорится, на скорость полета пули вообще не влияет. Сталь. Cold Steel CS 1066, 57-59, единиц по шкале рокула, заявленная твердость. И вот интересно. Это уже интересно. Оптимально, если вот 58 по серединке будет, самое то. Рукоять орех, монтаж фулл танк, вес 140 грамм, ножны кожаные, и еще раз повторюсь, я уже говорил, это очень респектовая тема, то, что когда вы заказываете нож на сайте BPS Knife, вы, BPS Knife, вы, у вас есть опция выбрать под правую, под левую руку ножны, правой руки и левой руки, правосторонние, левосторонние ножны. Это очень круто, это очень хорошо, это плюс. Но отверстие нужно делать в ножнах. Так, и стоит этот нож 30 долларов в карбоне и 33 в нержавейке. В очередной раз скажу свой искренне братский совет Павлу и Сергию. Украина поставила себе цель вступить в Европейский Союз, меняйте ценник на... евро у себя на сайте, потому что в баксах продают только китайцы. Вот. Охренительный нож. Вот я сейчас только что про... Прошу прощения, проперделся в сторону, там что, отверстие нет, там, пятое, десятое. Нож прямо вот он, те, кто в нем увидит сейчас Мору, Мартини и прочие, прочие моменты, вы все отчасти правы. Почему? Потому что это очень классическая форма и клинка, и рукояти, которая через столетие. Вот как получаются классические ножи. Это когда, где-то там, предположим, 400 или 300 лет назад какой-нибудь Юка Пекка взял, сделал себе Пуко, и вот у него что-то где-то наминает, там, что-то еще. Он взял просто камень, к херам сточил лишнее, о, теперь вот здорово. И вот столетиями эти мозолистые руки обычных мужиков, обычных работяг, вот они создали вот подобные классические дизайны. То есть, я вам уже говорил, что в этом смысле BPS, они классику лупят только в путь. У них есть, честно скажу, пару моделей, которые я вам не покажу, потому что я идейно категорически против, но при этом я как бы высказал свое мнение, дальше там посмотрим, что там, что там они предпримут. Вот, именно в плане, в плане принципиального отношения. Все, что касается классики, вот, я не помню название, потому что, опять же, наверное, глупо называть там вепрь, медведь и прочее, прочее, а с другой стороны, вот я запомнил какой-нибудь нож там типа тюлень, да, и я говорю, что вот тюлень был такой-то, вот такой-то, а вот эти вот все, BPS, HTP, и прочее, я это просто не запоминаю, комбинацию цифр и букв, я просто не запоминаю и тяжело сказать, но я помню, что когда я делал обзор на один из ножей этой конторы, я сказал, что это реально вот рукоять бабушкиного кухонника, что это вот, ну, настолько простые ножи, и главная их фишка в чем? Работа. Вы покупаете нож за 30 баксов, за 30 евро, давайте уж так вот, все-таки, вы покупаете нож за 30 евро, вы начинаете им работать, у вас углеродка темнеет, не без этого, там туда-сюда, и вы понимаете, что это просто нож, он ваш, вот это реально братан просто, то есть вот просто настолько удобная здесь рукоять, и это не совсем, здесь нет какого-то прямого копирования тех же самых мор там или еще что-то, нет, здесь прямо вот ты берешь, у меня, напомню тем, кто недавно включился, у меня ладонь, перчатки механикс, размер L, вот, как будто вот ровно-ровно под меня вытачивали, просто идеально нож сидит в руке, я прямо жду, даже не кухню, я жду уличный тест с этим ножом, для того, чтобы вот, вот именно на углеродочке отстрогаться по полной, по полной программе, так, о, продолжаем ТТХ называть, длина 217 мм, длина клинка 105 мм, ширина клинка 19 мм, сканди в ноль, толщина клинка 2,9, финиш, условный сатин, а, я же вам все это назвал, вот видите, вот что значит, заговорился, это уже, наверное, признаки какой-то дименционной старости, точно, я же потому, что назвал сталь, контр, контр-страйк хотел сказать, так, вот если вы думали, что я сейчас застесняюсь, и выключу камеру, я обрежу вот эту вот свою дименцию, вы хрен угадали, почему, потому что мы все вместе с вами, дорогие зрители, взрослеем, стареем, и впадаем в маразм, так, нож сидит в ножнах, как в литой, достается, но он не тактик, поэтому здесь нет какого-то требования к тому, чтобы он прям выдирался, выкручивался, правильно сделали, что не стали делать отверстие для темляка, кому надо, не надо, здесь стоит углеродка, здесь любая вот, ну, лишняя дырка, это повод туда попасть какой-то там в воде и прочее, прочее, при этом у нас монтаж разборный, если вы хотите обслужить любя хвостовик, смазать его еще раз, там, посмотреть, не закралились ли какие-нибудь веснушки, то в этом плане, конечно, why not, можно совершенно разобрать, вот, я спел оду молоточному хвату, диагональному хвату не меньше восхищения, то есть здесь действительно рукоять, вот она прямо вот хочется сразу идти и что-нибудь там строгануть, что-нибудь порезать. Отвертка, ставим вот сюда палец, в шляпку винта и хуяк-хуяк, все по красоте. Прошу прощения за свой французский. Мы в семье ввели банку для плохих слов, блин, потому что младший научный сотрудник стал там какие-то слова произносить, ну и моя тигрица совершила опрометчивый поступок, почему? Потому что типа, мы будем класть деньги в банку за любое бранное слово, не обязательно матное, а просто плохое слово, и папа, и мама, и сын, при этом, при этом, как бы, самый главный фейл, откуда у сына деньги, правильно? или наличкой, или на счет, на карточку сыну кладет деньги папа. И когда получилось так, что какая-то ситуация, младший научный сотрудник на полном серьезе, просто ты знаешь, мама, у меня сейчас такие эмоции, вот 5 евро положи сразу же за несколько слов. Так что, как говорится, слово не боробей, вырвалось, хуй поймаешь. обратный хват, суперский, диагональный, охренительный, здесь действительно, вот только материться остается, потому что у вас вот физически за тридцатку просто неприметный, классический, но гоночный болит. Этим ножом хочется прям вот чудеса творить, и будем обязательно, обязательно этим займемся. Вот, что еще добавить? Все, все, берегите, ребята, себя, Украине, мира, всем мира, Украине освобождение от оккупации, и еще раз призываю, помогайте, помогайте, помогайте ВСУ. Эти люди умирают не только за себя, не только за свою страну, они погибают героически, отважно сражаются и погибают за всех нас с вами, за мир, не во всем мире, но по крайней мере в Европе, за мирную Европу, поэтому не жмитесь, для вас лишний раз куда-то что-то не сходить, какую-то шмотку не купить, это вполне возможно. на обзоре прошлого ножа не сказал, а забыл и неправильно сделал. Почему? Потому что все мое детство, все мое детство советское, но я не преуменьшаю подвиг советского народа в борьбе против немецкого нацизма, то есть именно советского в комплексе, ни российской империи, ни России, не русских, русских, украинцев, казахов, белорусов, киргизов, которые боролись против немецкого нацизма, но все мое детство всегда было какое-то преуменьшение, было какое-то именно вот сознательный троллинг такого явления, как второй фронт, типа ну ленд-лист, второй фронт, долго раскачивались, подождали, пока мы уже начали бить, и потом, чтобы снять сливки, как бы начали помогать для того, чтобы типа присоединиться к толпе победителей. Это все очень похабная и вредная философия. Почему? Потому что учитывая миллионы жертв, которые понес Советский Союз во второй мировой войне тяжело себе представить, сколько вот эти аэроковры, студебекеры и прочие и прочие предметы ленд-лиза спасли еще миллионов жизней. И война, вот как ни крути, в этом смысле Юлиана Семенова почитать, если там очень правильное выражение было. Опять же, там идеологически, как говорится, выверено, я сейчас у меня нет каких-то розовых очков, но там правильно писал когда Сталин Рузвельту, что пружину нужно ломать с двух сторон. Если одна сторона давит на пружину, а вторая отпускает, то этот процесс приносит больше жертвы. Это вольная моя цитата, это не прямая цитата. К чему я говорю? Я говорю это к тому, что ребята, нихуя еще не закончилось. Еще даже не на горизонте какое-то полное освобождение Украины и прочее. Если вы не готовы отдавать свою кровь на фронте, если вы не готовы рисковать своей жизнью на фронте, то пожалуйста пожертвуйте частью своего кошелька. Меньше себе каких-то побрякушек, меньше предметов роскоши, меньше бухла в конце концов. Каждая пожертвованная евро оно приближает победу справедливости, победу добра. А справедливость это восстановление Украины в международно гарантированных своих границах. Вот такая политинформация. При этом порежем, построгаем, говно вопрос. Все организуем. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова